МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вложения оправданы, как и Бресинский район осваивает бюджетные средства. Скоро в школу. В Новочебоксарске обсудили вопрос организации образовательного процесса. Что посеешь, что и пожнешь. В районах Чуваши продолжается уборочная кампания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый год во второе воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых мирных и созидательных профессий – строители. В канун праздника их поздравил временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев. Кто-то из философов сказал, землю и людей создал Бог, а все остальное сделали строители. Дома, детские сады, школы, дороги, магазины, стадионы – наши города – это рукотворное чудо, за которым стоит труд тысяч людей. Инженеров, проектировщиков, архитекторов, каменщиков, бетонщиков. Это благодаря им столице Чуваши и другие населенные пункты республики постоянно преображаются, развиваются, растут. Очень знаменательное событие было в начале лета. Это Ледовый дворец открылся, это вот по нашему проекту он построен. Мы сейчас занимаемся разработкой или корректировкой проекта центральной части города. На первой площадке, где был напротив дома торговли, вот мы сейчас проектируем огромный жилой комплекс. Строить человек разумный начал, как только вышел из пещеры. И с тех пор не перестают появляться новые технологии. Мы, наверное, были пионерами в использовании каркасного метода строительства. Еще где-то лет 15 назад мы впервые подсмотрели технологию в городе Химки. И буквально в течение года эта технология началась использовать на территории города Чебоксар. Сейчас эта технология абсолютно рядовая. Все наши коллеги, собственно говоря, используют. Она актуальна, когда строим дома выше 9 этажей. То есть это 9, 15, 18 и далее. С 1995 года в республике построено почти 14 миллионов квадратных метров жилья. За 4 года открыто 10 новых школ. В строительном комплексе работает более 29 тысяч человек. А представители этой профессии без работы не останутся никогда. Бабушка и дедушка, мои родители все были строителями. И я с детства, смотря на них, тоже мечтала стать строителем. Есть уже какой-то проект, может быть, в мечтах, да, который ты бы хотела в Чебоксархоз? Ну, не знаю. Я очень много слышала, что люди мечтают об аквапарке. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши отметил, работа строителей влияет не только на внешний облик наших городов. Количество долгожителей за последние буквально несколько лет увеличилось на 18%. Количество многодетных семей на 25%. Почему это происходит? Потому что общественно-политическая ситуация стабильная. В тех домах, которые вы строите, комфортно. Есть, соответственно, среда такая благоприятная. И наша с вами задача, не снижая эту планку, только строить, созидать и вместе всем жителям Чувашии жить. В свой профессиональный праздник многие получили награды и благодарности. Впрочем, главный подарок они сделали сами себе. Их работа уже вписана в историю города. Ольга Павличкина, Андрей Шоклев, Республика. Торжественное собрание состояло сегодня и в Новочебоксарске. Новочебоксарск не только город химиков и энергетиков. Он становится и городом строителей. Сейчас здесь строится 19 многоквартирных домов. Общая площадь жилья 168 тысяч квадратных метров. В новых домах улучшенная планировка, светлые подъезды, удобный лифт, энергосберегающие технологии. По программе обеспечения жильем молодых семей на социальные выплаты предусмотрено более 40 миллионов рублей. В прошлом году сертификаты на приобретение или строительство жилья получили 65 семей. Для строительства новых жилищных микрорайонов уже сформированы земельные участки. В 2014 году в городе введены в эксплуатацию стадион спортивной школы, конно-спортивный комплекс, детский сад, реконструирован ледовый стадион «Сокол». В этом планируется завершить строительство торгового комплекса, где отдельное место будет отведено сельхозтоваропроизводителям. В городе активными темпами идет строительство и реконструкция дорог. Доброе имя чувашских строителей известно по всей России, сказал в своем выступлении Михаил Игнатьев. «Объектов за последние годы в Новочепоксарске мы достаточно построили. Мы ввели здесь новые производства, строительные индустрии. И сетейший патриарх, который побывал в Новочепоксарске, он выразил слова благодарности всем новочепоксарскам, которые пришли на богослужение. Он был впечатлен, насколько люди добрые, светлые лица, они ищут пути для преодоления трудностей. Мы будем развивать экономику, мы будем всеми вопросами, которые волнуют горожан, заниматься. Мы занимались этими вопросами и перспективе мы вместе с вами многое можем сделать». За вклад в развитие строительного комплекса «Чувашия» и многолетний добросовестный труд благодарности главы Чувашской республики удостоились директор строительной фирмы «Комплекс» Виталий Гордеев, ветеран труда Павел Дребноходов, генеральный директор «Экоклинкера» Александр Краснов. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. В Новочепоксарске 29 детских садов и 18 школ. Вопросы организации образовательного процесса Михаил Игнатьев обсудил с педагогами города «Спутника». В первом полугодии в Новочепоксарске провели раструктуризацию сети дошкольных учреждений. В результате 19 детских садов объединены в 5 образовательных комплексов комбинированного типа. За два года из республиканского бюджета по статье «Образование» поступило полмиллиарда рублей. Сейчас администрация Новочепоксарска взяла на баланс детский оздоровительный лагерь «Звездочка», принадлежавший «Химпрому». В этом году лагерь не смог принять детей, но к следующему сезону вновь вернется в строй действующих. Создан штат, выделены где-то порядка 4,5 миллионов рублей для начала работ. Сегодня выделен автомобиль для того, чтобы перемещаться туда. Сегодня набор охраны осуществляется уже нашими сотрудниками. Сегодня ведется работа по подготовке к отопительному сезону этого года. И все планы, которые у нас есть, они направлены на то, чтобы с 1 июня следующего года запустить «Звездочку в строй». Руководители образовательных учреждений Новочепоксарска обсудили с Михаилом Игнатьевым актуальные вопросы. В школах Новочепоксарска обучается на сегодняшний день 13 тысяч учеников. Все наши дети очень активны. Город Новочепоксарск очень активно участвует в различных соревнованиях, конференциях, олимпиадах. И, на мой взгляд, нашему городу не хватает автобуса для выезда на все эти мероприятия. Мы ежегодно автобусы покупаем, вопрос берем для работы. Новочепоксарск – город молодой, но одной из его школ уже 47 лет. За это время образовательное учреждение ни разу капитально не ремонтировалось. Михаил Игнатьев посоветовал руководителям муниципалитета и директорам школ подготовить сметы на ремонт, провести комплексную оценку экспертов для решения вопросов в максимально короткие сроки. Ежегодно в республике капитально ремонтируется несколько учебных заведений. Это прописано и в планах, и в главном финансовом документе. Все расходы в бюджете республики, они осуществляются по нашим принятым государственным программам. Ни я, ни председатель кабинета министров, ни министры, как главный распределитель средств, одним рочерком мира, даже при обращении главы администрации города, не распределяют. Все это публично, все это открыто. Мы сейчас уже начинаем формировать бюджет 2016-2017-2018 годов. Поэтому обращаюсь к городским властям, к депутатам, которые на сегодняшний день исполняют свои полномочия. Все те предложения, которые есть, понятно, там целый реестр, да? Расставляйте приоритеты, и в приоритетном порядке мы будем рассматривать по расходной части. Михаил Игнатьев напомнил, что Чувашия входит в десятку регионов по эффективному управлению общественными финансами. А это наши налоги и платежи. Благодаря их поступлениям в республики выполняются социальные обязательства. Эти же вопросы обсуждали на встрече Михаила Игнатьева с активом города. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков. Республика. Сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев с рабочим визитом побывал в Ибресинском районе. При Андреевской школе открылась новая группа для дошколят. Временно исполняющий обязанности главы смог убедиться, что выделенные средства потрачены с умом. Новая мебель, освещение, санитарно-гигиенические нормы отвечают всем требованиям. Помещение рассчитано на 25 ребят. У каждого ребенка свой шкафчик, кроватка, парта в учебном классе. Для работающих родителей новая группа – настоящее спасение. Мы очень рады, очень счастливы, что берут наших деточек в садик. Коллектив хороший, доброжелательные воспитательницы, как и вторые мамочки будут нашим деточкам. Спасибо большое за новый садик. Денежные средства были направлены и на капитальный ремонт корпусов психонервологического интерната, самого большого в Чувашии. Были полностью заменены окна, полы и система отопления. Для 400 человек интернат – это дом, в котором они находят друзей, занимаются творчеством, сами следят за порядком в комнатах, украшая территорию клумбами. Трудотерапия – это обязательное условие пребывания здесь, когда у них какие-то положительные навыки вырабатываются и влияет положительно на их общее самочувствие и состояние. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии поприветствовал участников спартакиады трудовых коллективов. Спортсмены проверили волю к победе еще до начала соревнований. Выросил дождь и дул сильный ветер. Это уже третья встреча поклонников здорового образа жизни. В этом году участие в состязаниях приняли 28 команд из всех районов нашей республики. Когда человек здоровым, когда трудовой коллектив является здоровым коллективом, всегда можно преодолеть все эти трудности, которые возникают, и побеждать эти трудности. Работники, тренеры, учителя физкультуры, администрации нашего района уделяют достойное внимание занятию физкультурой и спортом. И будем стараться, чтобы процент, занимающийся физкультурой и спортом в районе, в республике, с каждым годом повышался. Екатерина Куприна, Александр Петров, Республика. Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла стал знаменательным событием в жизни республики. Уже прошло несколько дней, но жители по-прежнему обсуждают подробности пребывания в Чувашии предстоятеля Русской Православной Церкви. Теперь в Новочебоксарске звучат колокола. Строительство новой звонницы на территории собора равноапостольного князя Владимира ускорило сообщение о предстоящем визите Патриарха. Тогда, несколько месяцев назад, в администрации города и было принято решение сдать такой необычный объект приезду предстоятеля РПЦ. Объект был сложный, неустойчивый грунт, немалый вес колокола, 16,5 тонны, но все же звонница была готова к намеченному сроку. Для нас это была неожиданность, конечно, но с другой стороны, это была большая ответственность и большая честь. Этот день мы ждали с нетерпением для нашего предприятия, для нашей фирмы, то есть это было большое событие. Строители гордятся своей работой, ведь делалось все на века, говорит Валерий Гордеев. Приятно быть сопричастным к великому делу. Мы смотрели, как он вышел и прошел через ворота. Меня, конечно, обувела такая гордость и какая-то вот дрожь пошла по телу. О врачующем эффекте обращения патриарха к пастве говорят медики. По их мнению, слова святейшего владыки прибавляют душевных сил больным. У них появляется надежда на исцеление. Визит патриарха, оно очень значимо для нас, как для людей, как людей верующих, как работающих в службе здравоохранения. Что человек ищет о вере? Человек, прежде всего, ищет душевного равновесия и душевного спокойствия. И, как сказал митрополит Кирилл на своей проповеди, что человек без веры – это как дерево без листьев. Именно ради того, чтобы услышать слова веры, надежды и любви, приходили в храмы жителей республики. Когда приехал патриарх, лица людей, они разные. И люди даже далекие от церкви. Для многих это было действительно частичка того, что нас всех объединяет. Под сводами храма прозвучали очень важные слова о том, что надо быть очень внимательным в любое время. Первый святитель говорит, доступным, современным языком, не языком, раскрывает глаза на неприходящие ценности. Екатерина Куприна, Андрей Шоклев, Расиль Мухамедов, Республика. Сегодня прошла жеребьевка по распределению эфирного времени среди кандидатов на должность главы Чувашской Республики. Согласно выборному законодательству, каждый из кандидатов на должность главы Чуваши имеет право на 60 минут бесплатного эфирного времени. Этот час равномерно распределяется на весь период агитационной кампании в средствах массовой информации. Телерадиокампании уже внесли в сетки вещания соответствующие промежутки времени. Сегодня представители кандидатов тянули жребий, чтобы определить очередность выступлений. Стараемся максимально справедливо распределить эфирное время. Если сегодня кандидат получает первый номер, его ролик рекламный выходит первым, то, соответственно, на следующий день он будет уже вторым, через день третьим, потом четвертым, потом пятым. Эфирное время предоставляется с 15 августа по 11 сентября 2015 года в теле- и радиоэфире ГТРК Чуваши, Национальной телерадиокампании Чуваши, Национального радио Чуваши и Таванрадио. Сегодня же в студии Национальной телерадиокампании состоялась жеребьевка по распределению платного эфирного времени. Август – горячая пора для сельхозпроизводителей. Во всех районах Чуваши продолжается сбор урожая зерновых и раннего картофеля. Как проходит уборочная кампания на селе, узнавали мои коллеги. Что посеешь, то и пожнешь. Именно сейчас можно оценить, насколько слаженно работали чувашские аграрии. От уборки озимых культур пора переходить уже к яровым. Но погодные условия не балуют сельхозпроизводители. Из-за плохой погоды темпы уборки немного снизились. Тем не менее, в некоторых районах республики уже убрано более 50% зерна. Если погода будет хорошей стоять, озимые культуры в течение этой недели мы должны завершить. В общей сложности по району нам надо зерновые убрать на площади 16700 гектаров. Ежедневно по республике в целом убирается около 5000 гектаров озимых культур. Упущенные за непогода дни надо наверстывать. Конечно, хотелось бы, чтобы погодные условия были хорошие. Если август будет сухим и солнечным, я думаю, что урожай, который мы запланировали, мы соберем. Но радует то, что сегодня, обижая районы, каждый район сегодня подтверждает, что соберет валовый сбор больше, чем в прошлом году. По словам специалистов, в этом году ожидается хороший урожай яровой пшеницы. Погодные условия для ее роста были благоприятные. В некоторых районах уже начали убирать ранний картофель. В хозяйстве Геннадия Ямукова высажено 210 гектаров второго хлеба. Фермер позаботился о том, где хранить собранный урожай зимой. В прошлом году зимой, в конце ноября, построили овощехранилище на 2300 тонн с климат-контролем. И в этом году, наверное, мы туда точно заложим вот этот объем. Подобные овощехранилища помогают сохранять урожай до следующей весны. А это значит, что покупатели будут отдавать предпочтение своему картофелю, а не импортному. Татьяна Леонтьева, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. МЧС России отмечает в этом году 25 лет со дня создания. Во многом благодаря этой службе мы живем в безопасности и покое. В честь юбилея в Чувашском национальном музее открылась памятная выставка. После чрезвычайных ситуаций в памяти этих людей остаются спасенные жизни. А еще фотографии, как напоминание о нелегкой и опасной профессии. В экспозиции нынешней выставки их 50. Пожары, наводнения, техногенные катастрофы. Специалисты МЧС всегда на готове. Для тех, кого интересует атрибутика, предметы пожарного вооружения. И даже макет специализированного автомобиля советского приуда. Сегодняшняя выставка, наверное, расширит круг тех людей, которые будут знать, что у нас такая круглая красивая дата. Потому что в этот музей приходит очень много людей. И те фотографии, которые здесь представлены, конечно же, притянут взгляд любого проходящего, входящего сюда. Потому что здесь показана в основном боевая работа наших подразделений. Работа, направленная на оказание помощи, на защиту человеческой жизни. Круглая дата отмечается по всей стране. В ее рамках проходит акция «25 добрых дел». В ней участвуют и наши спасатели. Праздничную атмосферу на выставке создавал ансамбль служилотечеству. Алексей Табинов, Республика. Статистика ГИБДД ежедневно пополняется новыми данными. Еще две серьезные аварии со смертельным исходом произошли в Чебоксарском и Батревском районах. В Чебоксарском районе 26-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с мопедом под управлением 14-летнего подростка. У водителя мопеда не было водительского удостоверения. Ехал он без мотошлема и в результате полученных травм скончался на месте. Как выяснилось, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. В Батревском районе водитель легкового автомобиля ВАЗ при совершении обгона выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в Opel Astra. В аварии пострадали несколько детей. Госпитализированный 11-месячный малыш, 7-летний мальчик и 8-летняя девочка. Еще один двухлетний ребенок умер позже в больнице. В Чебоксарах прошла пресс-конференция, на которой объявили состав сборной на грядущий чемпионат мира по легкой атлетике, который стартует в Пекине 22 августа. В сборной команде России 71 спортсмен. Двое из них представители Чуваши. Это Анжелика Сидорова и Вера Ребрик, занявшие призовые места в категориях прыжок с шестом и метание копья. Чемпионат России – это главный старт в сезоне. И я думаю, что условия, которые были созданы для наших спортсменов, были оптимальными для данного этапа, для того, чтобы можно было в честной борьбе провести отбор, сборную команду страны. Чемпионат мира запланирован на конец августа. Всем спортсменам желаем удачи. Все остальные навыки у них уже есть. Вполне возможно, что в следующий раз мы увидим наших чемпионок на мировом пьедестале почета. Алексей Табинов, Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова